Диана Станкевич Вот и получилась девочка Как назвали малышку? Вспыхнуло средь бела дня Сотрудники МЧС боролись со стихией Причина пожара устанавливается Есть ли пострадавшие? Серебро дороже золота? В целом выступили, я считаю, очень неплохо Бобруйский боксер стал триумфатором на Кубке Беларуси В чем секрет успеха? А также онлайн-университет, резервные дни и оранжевый уровень Расскажем, понадобится ли завтра зонт В Беларуси выздоровели и выписаны 55 392 пациента У которых ранее был подтвержден COVID-19 Зарегистрированы свыше 65 тысяч человек С положительным результатом Врачи провели более миллиона тестов Медучреждения страны продолжают возвращаться К привычному режиму работы В травматологическом отделении 6-й столичной больницы Снова принимают пациентов с переломами, ушибами и растяжениями С конца февраля корпус полностью перепрофилировали в инфекционный госпиталь За время пандемии в шестерке получили медицинскую помощь Около трех тысяч больных COVID-19 Треть из них именно в травматологическом отделении Вполне возможно вторая волна То есть мы к ней будем готовы Поэтому шлюзы мы пока не разбираем Шлюзы у нас остаются Соответственно, как работать в костюмах ПЧК Мы уже знаем хорошо Сейчас единственное Естественно, на приеме, как вы видите Все доктора и медсестры работают в щитках, респираторах Накануне в здании провели полную дезинфекцию Его обрабатывали три десятка бойцов Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты Тем временем российская вакцина от COVID-19 Может появиться в учреждениях здравоохранения Уже в середине августа Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Минздрава России Центр планирует подать вакцину на регистрацию в первых числах августа Стартовал второй этап испытания Окончить его планируют в конце июля, начале августа Предварительные результаты первого этапа показали У добровольцев вырабатывается иммунитет к инфекции Долгожданная девочка В Бобруйске зарегистрировали тысячного ребенка, рожденного в этом году В теперь уже многодетной семье Ищенко 2 июля появилась малышка Кроме Юли родители воспитывают двух мальчиков Евгения и Тимура Старшему вот-вот стукнет шесть, младшему три с половиной Ждали, хотели девочку, вот получилась девочка Особенно младший и коляску покатать, и покормить Переживает, там заплакала, бежит уже мама, а Юлька плачет Там кряхтит что-нибудь, типа гремушка ей позвонит Ну хорошо так относятся Сотрудники ЗАГСа поздравили семью новорожденной в торжественной обстановке Родителям преподнесли памятные подарки, свидетельства о рождении Поздравлять юбилейных детей в Бобруйске стало традицией Раньше отмечали каждую сотню, теперь счет идет на тысячи Мы подарили для новорожденной Юлечки Мы подарили первый ее альбом, в который родители будут записывать все знаменательные события Как первый зубик, первый шажок, первое слово, первое агу И обязательно талисманы семьи, да, для Юли маленькая медалька-немаулятка И планшетку с изображением аиста, символа рождения детей Вот этот аист посетил эту семью трижды За полгода в Бобруйске родился 941 ребенок Итого 477 мальчиков и 464 девочки Среди малышей 6 двоен В минувшие выходные гомельская земля стала меккой для бобруйских боксеров В город на Соже съехали сильнейшие спортсмены со всей страны На кону стоял Кубок Беларуси Подробнее Максим Кембель Первые по-взрослому и сразу медаль Бобруйчанин Александр Довнер, хоть и номер-1 по молодежке Среди старших все-таки темная лошадка Воля и труд все перетрут Прошедший Кубок страны тому подтверждение Наш земляк преподнес сюрприз и завоевал серебряную награду Успех на Кубке Беларуси по мужчинам Подвиг меня, чтобы я тренировался к новым достижениям К новым успехам, вершинам Работа, работа и еще раз работа Олег Коряков признается, на турнире не повезло с жеребьевкой Если бы спортивная фортуна была более благосклона Наград могло быть больше В целом выступили, я считаю, очень неплохо даже У нас одно второе, одно третье место Девочка наша тоже проиграла победительнице в таком тяжелом бою Но достаточно неплохо выступила Лето не повод для передышки Соревнований и турниров стало намного меньше Сетуют спортивные функционеры Кубок Беларуси стал первым и единственным в жаркий период Несмотря на это, занятия плюс работа Все по расписанию Хук слева, справа, апперкот, двойной джеб Ежедневно боксеры оттачивают свою технику на тренировках Сильнейшего в Гомеле определяли свыше 100 девушек и мужчин Командный зачет выиграли хозяева турнира Вторая позиция досталась представителям Минска Замкнули тройку сильнейших боксеры в Витебской области Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360 Пепелище вместо бани В субботу днем на широкой полыхала постройка ЧП наблюдали десятки очевидцев На номер 112 позвонили соседи К моменту приезда спасателей строение горело открытым пламенем Хозяева находились на улице В результате пожара от крыши и перекрытия остались угли Стены повреждены по всей площади Пострадавших нет, причина пожара устанавливается Халяль на экспорт, крупная контрабанда и новые специальности В вузах страны сделают акцент на востребованной профессии Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня Белорусский пищепром будет наращивать экспорт халяльной продукции Речь идет про товары, изготовленные по строгим стандартам мусульманских стран Освоение рынка дальней дуги показывает свою перспективность Самый масштабный рынок, где уже представлен белорусский халяль в Объединенных Арабских Эмиратах В предстоящем учебном году в вузах страны откроются более 20 новых специальностей Больше всего их станет в сфере IT Также есть обновления в спорте, преподавании и дизайнерском деле В Гродненском госуниверситете начнут готовить дизайнеров виртуальной среды А в БНТУ инженеров по проектированию и эксплуатации атомных электростанций В Беларуси идет регистрация на ЦТ в резервные дни Она продлится до 17 июля К сдаче допустят только тех абитуриентов, которые зарегистрировались на основное тестирование Но не смогли прийти по уважительной причине 19 и 21 июля можно сдать тест по белорусскому и русскому языкам 19 и 23 пройдут испытания по обществоведению, математике, биологии, иностранному языку, химии, физике, истории Беларуси, географии и всемирной истории Крупную партию белорусских контрабандных сигарет задержали польские пограничники Грузовик, который вез древесный уголь в Польшу, остановили для проверки на переходе в Бобровниках Там, как сообщается, нашли 17,5 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизами Их стоимость оценили в более чем 150 тысяч рублей В отношении 25-летнего белоруса возбуждено дело, задержана и фура Центр семьи и детей открывает летний онлайн-университет для родителей Принять участие в тренинге смогут мамы и папы, которые воспитывают детей разного возраста Программа состоит из 8 встреч по 2 часа Их будут проводить раз в неделю по вторникам на платформе Zoom Темы обсуждения – самые актуальные, занятия бесплатные Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив Корреспонденты Бобруськ-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас Телефон горячей линии на ваших экранах За окном июль – самый жаркий месяц лета, особенно для огородников Время собирать урожай, а поможет в этом сеть магазинов «Волшебная грядка» Семена, удобрения, средства для защиты инструмента и другие сопутствующие товары Овощи, ягоды, цветы, удобрения, грунт, инвентарь и декор Сеть магазинов «Волшебная грядка» порадует широким ассортиментом товаров для дачи, сада и огорода На прилавках более 3000 номинований семян От завсегдатых грядок помидор и моркови до желтого арбуза и африканского огурца В ассортименте появился и дефицитный лук-сивок На всех торговых точках работают очень квалифицированные продавцы Поэтому любой человек может подойти и спросить, кому, чего, куда сажать, как поливать, как удобрять Практически все продавцы имеют свои приусадебные участки, поэтому все мы испытываем на себе Не теоретически, а практически, все новинки, все испытаны на себе Важно не только правильно посадить, но и уберечь урожай В продаже большое количество средств защиты От колорадского жука – эйфория и жукоед От сорняков – тернадо Повороть фитофтору помогут фитоспорин и ордан Очень много препаратов от насекомых, таких как муравьи, тля, белокрылка Волшебная грядка не ограничена семенами и средствами по уходу за растениями Те, кто предпочитают отдыхать на даче, найдут на прилавке шампуры, мангалы, решетку для гриля, тенты от солнца и полезные аксессуары для загородного уикенда Имеется ковш для того, чтобы париться, такие вот емкости для запаривания веника, шапочки великолепные с оригинальными надписями для любителей бань Имеются ручки для дверей, чтобы не обжечь руки при выходе из бани Консультация не выходя из дома По указанному на экране телефону можно уточнить интересующую информацию Товар также помогут доставить прямо к порогу Есть у волшебной грядки и стол заказов Если вы что-то нашли в интернете интересное, значит сказали продавцу и в течение недели служба от снабжения привезет вам на ту торговую точку, ну либо на какую-то другую, более вам удобную, то, что вы пожелаете Магазины, павильоны и ларьки, волшебная грядка рассыпаны по всему городу Их можно найти на рынках, в шестом микрорайоне, на 50 лет в ЛКСМ, интернациональной, остановках вокзал, вторая проходная и конечных троллейбуса номер 2 Всего 19 точек Улыбнитесь, вылетит птичка Всемирный день фотографа отметили в это воскресенье Кто они, папарацци Бобруйска и какие тонкости есть в профессии, разбиралась моя коллега Мария Бушкевич В вспышке объектива, выставленный свет, локация Так начинается утро каждого, кто с камерой на «ты» В свой профессиональный праздник фотографы Бобруйска традиционно собрались вместе Организатор фотосходки уже 13-й по счету, а также 8 фотосушек и 3 конкурсов полароид Екатерина Сагенадзе-Кокотова Самое необычное это была съемка в Минске, когда мы привезли большого питона Нарядили девушку в свадебное платье и укутали ее змеей Это было страшно, но фотографии получились очень красивые Их не пугает автовилки, диафрагмы, перспективы То, что хороший фотограф ради удачного кадра готов залезть куда угодно, вовсе не миф Наверное, я была уже везде Я объездила весь Минск в поисках красивых, необычных локаций Весь город, за городом тоже очень много интересных мест И на деревьях была, и на крышах, и в воде, и под землей даже в шахтах Благодаря таким фотосходкам, где каждый может отточить профессиональные навыки и обменяться опытом Портфолио участников пополняются новыми фото У нас много девочек в компании, у них, как правило, много каких-то технических вопросов Я, допустим, с ними делюсь техническими вопросами, а девочки, наоборот, со мной делятся какими-то новыми трендами Цветовыми палитрами и всем таким Ну, в общем, друг другу помогаем, творческий тандем Ты там насмотрелся чего-нибудь там в интернете, каких-то уроков, надо где-то отработать Есть прекрасная вот возможность на сходках это все отработать Посмотреть, как это все у тебя идет, потом уже, естественно, на остальных людях это все применять Мы обмениваемся опытом, учим себя каким-то новым небольшим фишечкам, новым трендам, которые приходят, уходят из фотографии Потому что бывает разная мода даже на обработку Кто-то этому придерживается, а кто-то нет Кто-то все-таки там любит чистый цвет и цвет и просто в этом и работает Я же в последнее время очень люблю черно-белый формат и ухожу вообще в черно-белые портреты Каждое фото может рассказать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд Свадьба, австрии корпоративы, выписки из роддома, выпускные, дни рождения И так год за годом, меняются только люди, локации, аппаратура Сегодня мало кто представляет себя без фото Одни не могут жить без селфи, другие постят еду, котиков Летом в топе лент инстаграма «Природа и путешествия» И все же, когда хочется красивых кадров, лучше доверить себя рукам профессионала Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бавруск, 360 Грозы, мощный ветер, туман Погода подготовила сразу несколько сюрпризов на 14 июля Надолго ли тренд узнаем прямо сейчас Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 14 июля Осадков, за исключением восточных регионов, не ожидается Грозы, напротив, прогремят по всей территории страны В утренние часы большую часть синекой окутает туман Ветер усилится до 18 метров в секунду Грядущей ночью термометры покажут от плюс 6 до плюс 12 градусов Днем от плюс 17 до 23 со знаком плюс Смертельные погодные катаклизмы оккупировали Непал По меньшей мере 32 человека погибли 12 получили ранения, 17 пропали без вести Всему виной наводнение и оползни, вызванные проливными дождями Стихия, как сообщается, затронула 21 район Властям удалось эвакуировать 900 людей Завтра в Бобруйске будет переменная облачность Во второй половине дня возможны осадки, грозы Ветер южный 5-10 метров в секунду Временами с порывами до 14 Днем столбик термометра прогреется до 23 тепла Ночь уже опустится до 10 Это все из событий к этой минуте Следите за новостями в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо!